Welcome, welcome, welcome. Продолжаем смотреть. Что продолжаем смотреть? Team Impulse против TSM. Team Impulse нас радует разными пиками. В этот раз они взяли Twisted Fate на мид, Lissin Jungle. Lissin'а, скорее всего, забрали от Santorino, потому что они изначально хотели играть Twisted Fate. Идея заключалась в том, чтобы у Xiao Xiao была хорошая линия, чтобы даже если Бьерксен возьмет контрпик к нему, как Бьерксен и сделал ласт пиком, взял Лебланг. Хотя долго думал он над этим, он многих чемпионов там перебирал. Азир был дольше всего в списке возможных пиков, но в итоге взял Лебланг. Но Лебланг идеально бы сочеталась с Лиссином от Санторина, но так как Лиссин забрал Раш, Санторин остался на Грагасе. И Xiao Xiao теперь более-менее в безопасности, потому что Грагас только через флэш, в общем-то, может хороший ганг сделать. Но и то этот ганг не факт, что закончится кельцом для кого-нибудь. Импакт, кстати говоря, взял Гнара, как вы можете видеть. Гнар довольно хороший пик против Дайруса и очень хороший пик именно против Маука, я и хотел это сказать. И хороший пик на свапах. Аполло, массовый рекол идет команды ТСМ, но они знают, что Аполло не успеет среколиться. И Аполло никто не пошел перехватывать. Я очень удивлен по поводу вот этого вопроса, почему никто из команды ТСМ вообще в ту сторону не шел. Видимо, ни разу они такое не проворачивали в своих скримах, ну, в тренировочных матчах. Импакт вниз идет, его спалили. Так что лейн-свап очевиден. Или нет. Аполло сделал рекол и возвращается на бот-лейн тоже. Хм. А, импакт просто помогает Раша забирать красный баф и через телепорт будет возвращаться на свою линию или что? Ну, обычно просто вторые левела берут уже топперы. А здесь он даже просто помогает Лисину, даже не получит опыта. Адриан увидел, что Грагас начинал делать синий баф. Санторин взял жабу перед этим и свалил с этого синего бафа. Не хочет он здесь попадать под Лисин Гнар комбу. Поэтому сразу побежал сначала на своих врайтов и потом пойдет спокойно убивать свой красный баф. Синий можно и у врагов забрать, ну и на крайняк можно вообще синий не брать. Это не страшно. Лучше, чем потерять свою жизнь. А жизнь он бы тут отдал, скорее всего. Раш с импактом вдвоем будут пытаться сейчас фармиться в начале. Ксяу-ксяу хочет варт поставить, но он у него еще не откатился. Не откатился. Он почему-то решил его сюда влепить, а не через стеночку, чтобы проконтролировать приход. Твистед Фейт вообще сам по себе пик очень хороший. Это пик, который будет давить на команду ТСМ всю игру. Ластбой выдумывает какой-то ганг. Гуляет по линии. Тут Раш третий левел. Ой-ой-ой. А здесь в Дариуса влетела Леона и ничего не смогла сделать. Раш. Увидел Адриана. Придется отфлэшиваться Рашу. Не, он прыгает просто на варт, который у него откатился. Остается еще в живых и идет под башню. Хотя у него мало хп, ему даже башня может не помочь здесь. А, ну тут рядом импакторы с ним, так что не страшно. Но почему-то импакт с Рашем убегает из-под башни. Вот это я понять не могу. Два игрока были против троих, но они испугались. И это реально тупость. Два игрока были против троих. И они спокойно под башней устроили размен. Но они испугались почему-то, что их могут убить и решили отступить оттуда. Мол, мегагнаром он не станет. У Лесина чуть больше половины хп. Слишком рискованно. Ну ладно. Им видней. Им видней. Потратили на этом флэш Лесина и время импакта. Потому что импакт вообще без фарма. Теперь импакт один в два летит туда. Но потому что к нему подходит Леона потихонечку. Но все равно, я считаю, очень сильно отстает импакт. И не факт, что он теперь еще даже вернется в игру. А Гнар это один из тех чемпионов, которому отставать вообще категорически запрещено. Сяу-сяу. Ошибка. Не заласхичивает тележку. Бергсон его начинает немножко подзонивать. Ну, на то это и есть контрпик. Но напоминаю, что у ТФ очень оригинальная пассивка. Пассивка называется «Получай голду». И он реально получает голду за каждого мапса, которого ластхитит. За каждый объект, который убивает. То есть из-за башни, из-за дракона, из-за нашора. Из-за просто киллы. Лол. Вайлд Тортел влетел им Адриан. Вайлд Тортел не смог через ешку задоджить Адриана. Получил станы гнать себе в лицо. И вынужден был потратить флэш при этом всем. Потому что сразу же туда полетел импакт. Ластбой выходит на Ксяу-Ксяу. Ксю-Ксю классный додж показывает. И смог увернуться от Бергсона и Ластбойа. И сможет сейчас, наверное, среколиться. Купить что-нибудь. Ой-ой-ой. По Адриану попрыгал импакт. У Адриана есть еще флэш. Ластбойу надо еще попасть хуком. Но он даже не будет его пытаться кидать. Ластбой вообще второй левел все еще по карте бегает. Комментаторы говорят, что Гнар очень хорош в 2х2 линии. Ну, потому что он как Лулу рейнджовик. И вполне может спокойно стоять. Плюс он может же стать гигантским. Так что 2х2 линию, скорее всего, конечно, можно было бы выигрывать. Но Гнар изначально уже проигрывает. Поэтому после первых бэков он не сможет здесь нормально стоять. О-о-о, он все испортил. Ну, ладно, хоть как-то заласкитил следующего мапса и получил почти максимальную стоимость. Пассивка работает так, что вы выкидываете кубики и зарабатываете деньги от единички до 6. Дайс, ну, кубики игральные. Но было продумано так, системой, чтобы вы зарабатывали чаще, выпадали вам более высокие числа, нежели 1, 2, 3. Следовательно, чем чаще выпадают высокие числа, тем больше вы денег зарабатываете. Так что средняя сумма денег, которую вы делаете за мапса, там 4 получается. Ну, в среднем. Шестерка будет гораздо чаще единицы. Это значит 7 вы в сумме зарабатываете за 2 мапсов. Ну, если сделать пополам. Но так как вы чаще зарабатываете все же шестерки, значит, это округляем до 4 уж точно. Ну, и 4, может даже 4,5. Точно прям я вот этой математикой не занимался. Но интересный выбор Ксяу-Ксяу. Он мерки купил первым майтемом. Я просто офигеваю с этих идей. Но зато, типа, знаете, вот Берксон сделал прокаст. И, как тут можно было бы сказать, хрен там был. Никакого урона вообще не нанес. Одна хилка или даже одна фляжка, глоток фляжки спасает Ксяу-Ксяу от целого прокаста Берксона. И у Беркса всякое желание олынить пропадает. Вот, смотрите, у него снова уже фулл хп. Правда, у него нет маны. И он неудачно карточку кинул. Не добил мапса. Снова идет олын от Беркса. Но пока у Берксона будет синий баф, он, конечно, так будет дальше и дальше и дальше харасить. Чау-Щау решает просто среколиться. Ему нужно добавить дэмэджа хоть какого-то. Не может он так просто стоять. А, ну вот, смотрите, он КДР купил. И это будет Морелонамикон, либо Чашка. Но на Твистед Фейте в последнее время я вообще не видел Чашек. Так что это точно будет Морелонамикон. Хотя когда-то, я помню, я видел эти приколы Капля там от Твистед Фейта. И Лич Бэйн Раш от Твистед Фейта. Ну, Лич Бэйн Раш, наверное, это самая популярная в Солокушке тема. Мол, вы будете роумить, сделаете ганг на ботлейн и всех победите. Но если вы этого не сделаете, то вы просто начинаете становиться никем в Ластбой. Ой, извините, Адриан, а снова Вайл Торта влетает в Ластбой. Вот он. Он на трэше, четвертый левел, бегает, выходит на Ксяу-Ксяу. Бьерксон опять не выдает комбу хорошую. На фонаре притягивает Ластбой Санторина. Пытается убивать Зяу-Зяу. Он пытается изо всех сил убежать. Получает карточку и гнает убийство. Но здесь вся команда уже ТИП. И Адриан прилетел, но он-то не шестой левел. Приходится ему отслышиваться. Дариус цепляется. Это, ребят, игра будет полностью под эгидой имени ТСМ и Бьерксон. Я не видел вообще, что делает Лисин пока что. На какого взяли рашу Лисина. Лисин должен контролировать джанглеры оппонентов. Раз. Лисин должен гангать. Два. Лисин должен фармиться. Три. Он ничего вообще не сделал. Просто бегает по карте. Бесполезный. Абсолютный игрок. И в итоге сейчас еще отдастся. Ну да. Ну не, ну это все. Это разнос. А больше здесь они ничего не сделают. В этой игре команда Тим Импульс. Дариус еще и остался в живых после этого всего. Его на фонаре вытащил Ластбой. Неплохой урон, конечно же, сейчас Твистед Фейт нанес. Но забейте. Плюс три тысячи преимущества. И все эти три тысячи в руках Бьерксона. Как бы там сейчас не старался Чао-Чао. Еще один раз придут к нему на мид. У Бьерксона есть флэш Игнайт. А у Ксяо-Ксяо нет джанглера. Как бы все понятно здесь. Ну радует одно, что ТСМ и собрались. И возможно сделают 3-1 в этом матче. А команде Тим Импульс могу посоветовать только пикнуть на может быть то же самое, с чем вы победили первую игру. Ведь вы выиграли первую игру. У вас был Нуну, Шивана, у вас была Северка. Хорошие пики были у команды. О, Крис Крафт написал. I think TSM takes this third game. Он думает, что ТСМ возьмут третью игру. Бьерксона слишком доминирует всех на Лебланк. И их Тим Комбо Outplayed Импульс вообще изначально. Ну, насчет Outplayed Импульс я бы не сказал. Но есть что-то в этом такое. Как бы идея была Тим Импульс сделать хороший ганг на Бутлейн на 10-12 минуте. Через телепорт Гнара, через ульту Твистед Фейта. В итоге весь этот ганг запоролся, потому что два подряд ганга было проведено на Твистед Фейта. Твистед Фейта все же убили. Он истратил ульту, чтобы вернуться на линию. Забайтил тем самым Лисина на отдачу. Лисин тоже отдался. И в итоге вы видите. 3-0 счет. Бьерксон уже на неплохих айтемах. У него и Морал Номикон, и ботинки на Пенетру. И ТСМ просто заходят. Фонарь. Ласбой собирается делать... А, ну он просто Бьерксона притащил поближе. Ну, ладно. Выжил Сяо Сяо. Ботинки ему помогают. Не хватило Бьерксона немножко дэмэджа. Был у Бьерксона флэш, но он не рисковал дальше идти. После того, как получил уже стан от Твистед Фейта. Бэм. Минус башня. Это будет 19 тысяч команды ТСМ. После этого можно, наверное, сместиться даже на топ. Решили просто сделать ловушку. Выходит на Чао Ижао. Прыгает Бьерксон, цепляет Адриана. Любого можно было цепануть, и любой здесь умрет. Килл будет, будет. Килл только кому он достанется? Бьерксона он достается. Бьерксон становится уже под шатдаун. Но какой шатдаун? На чем он? Кто его здесь убьет? Уже никто его здесь не убьет. Плохой просто пик Твистед Фейта. Комментаторы как раз обсуждали, что... Тим Эмпульс сделали этот пик. Он вроде выглядит хорошо. Но его надо было делать тогда, когда вы точно знаете, какого чемпиона возьмет Бьерксон. А когда Бьерксону дали возможность пикнуть абсолютно любого чемпиона против вашего Тим Комбо. Вот он и пикнул. Смотрите на Тим Комбо, Тим Эмпульс. Импакт, которому надо настакаться, чтобы нормально тимфайтиться. Раш, который не умеет играть на Лисине. Он забирался, только Лисин забирался, чтобы Санторину он не достался. Чтобы хоть как-то Твистед Фейта защитить. Твистед Фейт, который ничего не может сделать Бьерксону ни на линии, ни уже дальше в лейтгейме. Аполло, который будет выживать против Лебланка. Хороший пик Северки, мне нравится. И Леона, которая отвратительный пик против Лебланка. Потому что Лебланк может делать как угодно. И она все равно не попадет в ульту Леоны. Может играть как угодно. Ну вот, как бы и все. То есть 4 чемпиона были законтрены одним чемпионом. Бьерксон даже вначале показал Катарину. Там был один из самых вариантов Катарина. Мне он очень понравился. Идея заключалась в том, что можно было сыграть через двух танков и Катарину. И это тоже бы сработало. То есть сейчас бы Бьеркса не было с тремя киллами. Но любой Тимфай для тем импульса был бы просто критичным. Потому что они не имели бы права делать инициацию. И они попали в такую ситуацию, что мы просто сидим ждем, пока ТСМ решат с нами воевать. Как только мы сделаем инициацию. Если мы ее не делаем в Катарину, мы проигрываем игру. Потому что наши ЦЦ эффекты это 3. 3 ЦЦ эффекта. Леона, который довольно тяжело остановить Катарину. Ульта Полетел наверх Дайрос просто отфлэшился и убежал Такое впечатление, что темы Эмпульс реально были куплены Это совершенно не та игра, которая была Первый матч То есть в первом матче они контролировали Все бафы, они контролировали чужой лес Они вардили У них был хороший Нуну Во второй игре их Нуну просто превратился в непонятного чемпиона Который ничего не делает Раш кучу ошибок наделал Еще до кучи в той игре А сейчас Раш взял Лисина Который уже проигрывает даже Грагусу по фарму Не говоря о том, что Он по-прежнему ни одного ганга не совершил Импакт решил за Олени в Дайрос Это был Тильт Ол Ин Дайрос просто смеется ему в лицо Ну ладно, ради прикола все же Дайрос решил ультануть И отступает под башню Раша, поймали Хук, Бочка, Бергсон Четыре кила Да уж, ребят Но с другой стороны Те, кто делали ставочки на первый матч победа Тим Импульс Те выиграли Ну а с такой мотивацией на игру Которую вот сейчас показывает Тим Импэкт Я не вижу, как они собираются выигрывать Четвертую игру этого матча Ну посмотрим Комментаторы говорят, что Тим Импульс Были уверены, что они стали лучшими в этой игре То есть они вот считают, что ошибка В поражении второго матча была Где-то там вот в скиле Где-то там просто механическая А не проблема была в их пиках И поэтому они посчитали, что их пики вообще хорошие И надо просто продолжать экспериментировать с пиками И они все равно выиграют ТСМ Но в реальности проблема-то и в той игре, и в этой Это пики Вы победили ТСМ-ов, потому что те сделали отвратительный пик в первой игре А Тим Импульс посчитали, что они их победили, потому что они тупо лучше играют Ну это так вот английские комментаторы сейчас обсуждали вот эту тему Ну что сейчас произошло с Тим Импульсом Почему они, вот я до сих пор не уезжаю Почему они не решили сыграть той же самой стратегии Которую они победили уже ТСМ-ов во второй игре Просто теперь вот на четвертую игру ту же самую стратегию Используют реально ссыкотные Потому что понимание вот сейчас до них дойдет Что ТСМ и сильнее их играют И то, что они их победили в первой игре Это заслуга не Тим Импульс Это заслуга ТСМ-ов, которые сделали отвратительный пик Флэш, ульт, Адриана скорее всего убьют Хорошая ульта, кстати говоря, от Гнара Не, он шестой левел там был Видимо он не успел ультануть и умер слишком рано Слишком молодым Но он же в стан попал, потом еще один стан был От уже импакта Второй дракон, кстати, всего лишь уходит в пользу ТСМ Но вы видите, до 20-й минуты уже плюс 7000 преимущества Слишком жестко Отставание А Бьерксон может веселиться как хочет Теперь на этой карте Он может куда угодно идти И любого абсолютного игрока он убьет Первая игра, конечно, была за Тим Импульс Им только остается что-то сидеть и вспоминать, как они победили А, не, было время у Лазбоя ультануть Не знаю, что он не ультанул Смотрите, он тут навалом времени был А, только у него ульта в КД была Все, я вижу Снизу у него там ульта в КД Сейчас Бьерксон классно сделает Прыжок, бах, бах, и гнает Минус Адриан Пошла ульта Вайл Тортала Минус Гнар А, нет, Гнар наверху Минус это был Алисин как раз Все О, Бьерксон Твистед Фэйт Бьерксон увидел Твистед Фэйт Решил просто отпрыгнуть Не рисковать Потому что он не думает, что Твистед Фэйт в соло бы сюда полетел И даже поддержка его это не только Северка Наверняка еще кто-то И поэтому Бьерксон просто двумя прыжками ушел от опасности Тортал 2.03 Сплит пушит мид Ну, потому что все ушли А почему бы то и не сломать мид, раз все ушли Заработать фри деньги Две тысячи преимущества Бьерксона Неплохо, неплохо Тысяча всего лишь у Тортла Ну, потому что Твистед Фэйт, видите, он по фарму-то не отстал от Бьерксона А его сам фарм по себе ему дал Ну, четыре умножайте Шестьсот голды дал ему Поэтому там отставание всего лишь две тысячи А вроде должно быть там вообще почти четыре тысячи Но так было бы 2600-2700 преимущества Бьерксона Ровно на двадцатой минуте ТСМ и пошли забирать Нашора Ни секунды раньше не могли, потому что Нашор был еще в своей норе А секунды позже было бы слишком поздно, подумали Бьерксона Энтко И забрав его, не оставляет ни единого шанса Просто ТИП И просто эти лица, вот смотрю сейчас на китайцев Один в носу сидит, ковыряет Второго просто такие типа эмоции Как будто, знаете, съели что-то и несварение желудка у них сейчас Но это все думают Один просто вот так вот дышит и сидит Это, кстати говоря, импакт Нечего им делать Ну, эта игра уже проиграна И тут никто никого не винит Потому что проиграла вся команда Пик был сделан всей командой Никто не помог Ксяо Ксяо То есть они взяли Лисина, чтобы помогать Ксяо Ксяо Но Лисин ему не помог Все потому что Они наверняка знали, что этот парень не умеет играть на Лисине То есть, ну а зачем ему давать Лисина, если он не умеет играть Забаньте Лисина, в чем проблема? Или, ну, рискните Заберите какого-нибудь джанглера И рискните, пусть Санториан, может быть, заберет себе джанглера пораньше Заберет Лисина, будете исходить из того, что он забрал Лисина Заберет он Грагоса, все, вы спокойны Он забрал Грагоса, можно не бояться И пикнуть что-нибудь другое Для Twisted Fate, чтобы была хоть какая-то тоже поддержка Ну а когда они забирают Лисина, парень не умеет играть на Лисине У меня просто складывается впечатление, что Rush вообще умеет играть только на Нуну Я вот сколько помню матча Team Impulse, я как ни посмотрю, он играл почти всегда только Нуну Врыв идет от команды TSM Дайра сцепляется за Rush, Адриан туда же влетает Пошел жесткий проказ, но нету никаких... О, кстати, тут может импакт что-то сделать Он неплохо ультанул, но дэмэджа не хватает И Аполло, самый последний игрок, которого убивает TSM Вы просто посмотрите, насколько это было неуважение оппонентов Самого последнего игрока, которого они убили, был Адикерри Сейчас я вам расскажу последовательность, которую они убивали Первого убили они Джанглера, затем они убили Саппорта После чего они убили Топпера Танка Затем только они Ксяу-Ксяу убили На Твистед Фейте Мейдера И в самом-самом-самом конце убили Зефирку Но закончить не смогли TSM И потеряли при этом еще Маукая Берксон решил убить Rush, ну так, ради прикола просто Для fancy points, как говорят английские комментаторы Очки... Ой-ой-ой Вау, Сяу-Сяу, просто убийца Да, слушайте, он смог, он убил Я думал, он не попадет еще Нет-нет-нет, он попал, Берксон не успел отфлэшиться И это же камбэк О, че, па че, станчик тысяч тысяч Килл Твистед Фейте Зэ комбэк Да-да, минус 10 тысяч И... Даже шатдауна Два шатдауна они, кстати, сняли Все равно 10 тысяч осталось отставания Осталось отставание части тсм которые остались живых нам снова показывают повтор ну да в раша влетели потом убьют сейчас лиону потом влетит импакт они убьют импакта он не влетит его в кинул кстати санторин классно потом только влетели в сяу-сяу и вот только в конце пола ой 10 говорят английские комментаторы но там у него регент по 5 хп идет поэтому не 5 хп осталось там пришел урон осталось 5 хп инста 10 появилась ну то есть как раз в момент урона регенерация сработала еще бы 5 хп смог снести мобец это был бы экзекьютер кстати говоря фляжка была у сяу-сяу я не знаю почему он ее не пил может быть даже у него вард был вайл тортл забрал третьего драка для команды они как раз по таймингу вот сейчас 3 драки должен был только появляться чаще всего то есть быстрее тупо тсм и не могут получить там пятого дракона на шор они и так по максимуму взяли на 20 минуте десятой секунде по моему за 11 секунд его там что-то забрали ждут ждут мапсов тсм и бергсон выцеливает ну как стать хотел со спины зайти если кто-то дефендил эту башню никто не решился защищать то чего уже не защитить ну что будет просто дайв или потихоньку будут ломать башню бергсон не оставил адриану шансов попытался сантулин добить то что не смог сделать бергсон но тоже ему не хватило дэмэджа бергсон не попал сейчас но зато в импакта попали другие проду у вайл тортла большие проблемы его убили пока он там ультел можно такой увлечься я слабо в это верю бешен может развернуться убить троих не попал кстати ни одним скалом суисайд сяу сяу прилетел но команда тим соломит решила просто отступать бергсон давай уже опять не попал спелом что-то бергсон накосячил тут несколько раз подряд прилетел дайрос через телепорт не отменил никому рекол отменил только тему кого full хп бергсон пытается прыгнуть добегает и опять не убивает а нет убивает на этот раз убивает и уже бьерксон снимает шатдаун с 300 фейта неожиданно кстати с 300 фейта потому что 300 фейта всего три килла и здесь он как раз потратил уже и гнает все те же 10000 отставания проблема здесь была в тортле что он натворил где он потерял хп а он поймал просто бумеранг поймал а бумеранг а пола и поймал кушку к сяу-к сяу после этого пола в него флешнулся и дал крит а вот здесь бергсон не попадет спелами смотрите он прыгнет и оба спела даст по земле хотя алисин перепрыгнет уже на своего игрока и получится что он не попал ничем дальше last boy не затаймила прилет к сяу-к сяу через хук и короче тоже накосячил нашу рапнулся команда тсм не настолько теперь сразу рашит его решили просто зарашить раша убили его гудбай реально гудбай сделали изи келец на нем от 13 ассистов у сантори на эту сейчас заметил ни одного килла просто он играет на ассист points и бергсон кстати 13 киллов партиципэйшн 8 киллов 5 ассистов и вот теперь на шорок команда тсм забирает ну уже как как должны были мне кажется забирать бергсон опять не попадает с ним не так welcome to solo q from north america это очень похоже на то что сейчас происходит тоже тсм и не очень дарис какой-то рандомный kill дел и какие-то рандомные ульты в этот момент нажимает живой жау непонятно вообще куда можно было отойти и нажать рекол в этот момент теряется их мид бергсон опять не попадает своими спеллами дарил сейчас кого-нибудь прыгнет или нет бергсон хочет уже заканчивать прыгает гнар гнар кидает во всю свою команду команду тсм убивает тортла кстати говоря на бергсон пытается добраться бергсон выцеливает келец не получается взять забирает его маука и бергсон пошел искать лисина алисин убежал на топ там пошел искать не лисина алиона леона убивает и по-моему на 7 минут дольше сыграли тсм чем должны были но это уже другое дело